Ислам, скажи, пожалуйста, доволен ли ты своим борем сегодня? Потому что нам показалось, ну, мне точно показалось, что твой соперник навязал тебе неплохой поединок и, в принципе, мало в чем уступал на каком-то этапе боя. Ну, победа есть победа, но, честно сказать, я не доволен своей победой. Я думал, будет полегче, но на это все есть причины. Я сам чуть не серьезно, по ходу восстановления подошел из-за этого. Не хочу здесь назвать меня причиной, но я думаю, я не смог себя победить во всей красе. А думал, Вагамедович, что он сказал во время того, после поединка, во время того, когда зашли в подготовительную комнату? После? Да. Ну, он видел, что после происходило, я очень сильно отравился или что-то не так пошло. И, ну, он говорит, что было видно, что с тобой что-то не так во время боя. На сайте ShareDoc вы входите в топ-15 лучших бойцов, а в рейтинге в UFC не входите. Вот в связи с этим хотелось спросить, когда ждать, собственно, громкого поединка с вашим участием с одним из топовых ведущих бойцов? Потому что пока складывается впечатление, что вы топчетесь на месте и бьете оппонентов, которые по позу вам даются. Ну, даже вот такой оппонент дебютант не оказался таким легким. Все бойцы по-своему Сидней, ребята, кого подписывают, кто дерется, я считаю всех с Сидней. А с кем драться, я не решаю. Если была бы моя воля, я завтра подрался с кем-нибудь из первой пятерки. Потому что на таких боях растешь. Даже этот бой, хотя этот парень не бьетант, я прошел все три раунда, хорошо повозились, мы поработали всю дистанцию. От таких боев растешь. Последние два боя я финишировал в первом раунде, я, ну, можно сказать, просто ничего не понял. Я не понял, ну, результат своих тренировок в каких-то аспектах, я не понял. Не понял, где мне надо добавить там, чего-чего мне не хватает, потому что все закончилось быстро. А вот в этом бою, например, я уже знаю, какие ошибки я допустил там в плане восстановления или в других местах. Буду более профессионально к этому вопросу теперь подходить. Ислам, в твоем углу сейчас не было Хабиба, но он сидел в зале, довольно близко к клетке. Слышал ли ты его подсказки, подсказывал ли он что-то или не было такой необходимости? Да, я слышал его подсказки, он прямо сидел сзади моего угла между раундом. Он говорил, что, ну, я помню его подсказку, что он говорил, надо перевести и оказаться весь раунд сверху. Регулярно было огромное количество людей, а вот это все морально на тебя не давило? Это не повлияло на исход поединка и вообще на сам процесс? Ну, не знаю, честно говоря, много людей приехало, я не хотел подвести. Были мысли, вот столько людей надо как-то выиграть, надо там себя показать с лучшей стороны. Без этого никак, потому что я знаю, все мои знакомые, кого я знаю, все приехали сюда. Может тоже какая-то, какая-то нагрузка есть от этого по-любому. Во время поединка или может быть сейчас, или может быть до, о том, что принял этот бой вообще и подумал, блин, зачем я вообще в это влетел с таким сопротивлением и вообще с тем, что ты сейчас там рассказал, что у тебя какие-то проблемы? Ну, я не думал, что будут какие-то проблемы, даже я чувствовал, что что-то не так идет в процессе восстановления, но я не думал, что это будет как-то сказываться у меня в бою. Нет, конечно, не по-любому, ни о чем. Победа есть победа, какая разница, как я выиграл. Главное, подняли мою руку. Ну, я имею в виду, что я мог показать себя намного лучше. Даже я уже успел пересмотреть бой. Я контролировал каждый аспект боя, я контролировал его борьбу. Я все видел его удары, как он пытался меня повалить. Просто вот со своей стороны я не смог показать работу. Как-то не шло все. Вадим Кихомиров, сайт matchtv.ru. Два вопроса. Александр Яковлев выходил сюда и рассказывал, что его вес после боя, когда он встал на весы, был 78 500. Вы сказали, что вы отравились, что сложно было восстанавливаться. Могли бы вы сказать, сколько весили в бою, если это не прям большая тайна? Нет, ну, выезжал из отеля где-то 79 500 у меня был. Я такого не было, что не мог там восстанавливаться. Просто восстановился неправильно. Примерно видели, как это происходит. Это такой некий, превращается в такой праздник. Мы смотрим сториз, бойцы катаются на лошадях, гуляют, к ним приезжают родственники, друзья. В общем, вот такая некая атмосфера веселья. Можно ли сказать, что если бы у вас был какой-то важный бой, вам было бы комфортнее его провести в Америке, а не в России? Думаю, да. Мне было бы комфортнее провести его где-нибудь за границей, когда чуть поменьше ответственности. Ну, где я привык уже последние года четыре драться. Просто не описать словами, какое давление здесь было. Потому что слишком много людей приехали поддержать и тоже сыграло какую-то ровную. Да, я хотел бы как можно быстрее вернуться в клетку. Самое самое, не сказать зло, что не смог показать все свои навыки. Хотел бы быстрее вернуться в клетку и показать себя во всей красе.